всем привет меня зовут эля сегодня 5 ноября и чудесная погода еще утро и мы вышли с собачкой погулять посмотрите какая красота светит солнце не могу сказать что прям очень-очень тепло около 10 градусов на улице вот я в куртке но все равно очень комфортная погода чудесная я сейчас нахожусь на окраине деревни сюда мы приходим с собачкой погулять потому что здесь поле и она может свободно побегать ну а вот у меня за спиной вы видите как раз деревню где мы живем погода класс поле засеяно вот это наша собачка ее зовут авва авва представься ну покажись какая-то красавица но мы пойдем дальше поле это чем-то уже засеяно но что именно будут выращивать я пока не знаю этим летом выращивали рожь было очень много мышей вот у нас собака прям охотилась на них бегала без конца за мышами утро в чехии начинается очень рано когда-то чехия входила в состав австрийской империи правивший в то время император францосев приучил всех рано вставать сам он вставал в пять утра поэтому в семь утра здесь уже начинают работать на магазины дети идут на первый урок уроки в школе тоже начинается рано первый урок в 7 50 но сейчас из-за коронавируса дети учатся онлайн находятся все на домашнем обучении и уроки начинаются по-разному иногда в 7 50 иногда и попозже поэтому так как раньше в 6 утра нам вставать уже не надо вот вы сейчас на заднем плане видите гору ржип это очень важное место в чешской истории это святая гора по преданию именно туда пришло славянское племя чехов и оттуда потом начали расселяться по всей чехии вот на этом поле что-то уже зеленеет скорее всего какой какая-то зерновая культура посмотрите какая погода чудесная еще немножечко наверное в чехии уже будут собирать два урожая в год а вот там вдалеке а вот там вдалеке белое здание это ферма там живут коровки дают молочко сейчас уже конечно в чехии в домах в деревнях мало животных содержит но держит кто-то держит кроликов кто-то держит коса таких крупных животных как коровы практически уже если только какое-то маленькое фермерское хозяйство а так это вот такие организованные фермы работать в чехии тоже все начинают достаточно рано но тут зависит от самого предприятия от его сферы деятельности если это какой-то завод то там может смена начинаться и в 6 утра вот уже фермер поехал по своим делам а вот это белое здание перед вами с черным куполом за ним это станция где производят биотопливо биогаз такое импортозамещение натуральных углеводородов и биогаз получают из растительных остатков которые привозят с полей сюда и дальше уже биогаз могут использовать для различных нужд как в быту так и на предприятиях деревья уже одеваются желтой листвой красота такая такая самое приятное осеннее время самая красивая вот собачка ава это дети ее назвали так ава я вот уже дошла до конца поля отсюда хорошо видно нашу деревню деревне есть костел но он практически всегда стоит закрытый чехи не очень религиозные люди открывают его на рождество на пасху когда какие-то службы проходят как-то свадьба а так в основном он всегда закрыт а вот это строение это водонапорная башня вода хорошая но в ней очень много кальция поэтому я ее либо вымораживаю перед тем как мы пьем ну либо кипятим собака шастает в поисках мышей но мышки уже все попрятались подготовились к зиме дава-ава нету мышек нету пойдем дальше а вот если вам видно летают соколы красавцы в чехии вообще много диких животных которые живут близко к людям ты у нас вот небольшой лесочек он действительно совсем совсем маленький но когда туда мы ходим прогуляться иногда можно встретить косулю она прям запросто от вас на не на вытянутую руку но промчиться по своим делам вот какие-то грибы выросли я не грибник не знаю что это такое но если вы знаете как они называются пишите в комментариях буду признательна можно их есть нельзя их есть что это такое вот как бы они а вы ты тоже хочешь гриб не мешай вот они такие вот вот какие-то такие что это за грибы не знаю их тут кстати очень много а вот здесь видите находятся ворота и за ними находится на место куда привозят различный строительный мусор по-чешски это называется складка но естественно закрыта на замок чтобы никто посторонний туда ничего не привозил но вот согласитесь одно удовольствие с утра прогуляться с собачкой собака у нас появилась случайно не то чтобы мы планировали приобретение собаки мы ехали на самом деле за котом но так сложилось что кота не было а вот собаку мы приобрели собака наши двор-терьер но очень очень доброе знает какие-то команды мы ее обучили хотя не сразу у нас нашелся с ней общий язык я даже шутила что возможно она не понимает по-русски а понимает только по-чешски но постепенно она выучила русский язык и сейчас вполне себе компанейская очень добрая собака вот она какая а вот эта красавица вот она любит так поваляться в травке главное чтобы не в чем-нибудь еще вывалится дава ну что пойдем домой пойдем уже а вот это все таки кого-то нашла нашла и потеряла мышь а вы где мышь ищи мышку охотничья собака а вы ищи мышь мыши видимо все таки есть потому что собака вот бегает какую-то яму я попала собака бегает явно кого-то выслеживает у нее невероятный нюх оп но вот это за мышкой она так прыгает оп но сегодня есть что-то не везет здесь вот такая пожухлая трава и видны пеньки росли здесь сливы но не то чтобы такие вот прям сливы сливы в россии она называется алыча то есть это по-чешски милое название шпендлики вот мы ходили сюда за этими шпендликами когда они поспевали можно было покушать они кисло-сладкие можно было даже сварить компот или варенье но потом их почему-то все 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 повырубили может быть старые были уже больные но плодоносили очень хорошо когда был такой урожай прям очень очень много было шпендликов но сейчас остались вот веточки палочки и пенечки от этих шпендликов ну вот друзья так начинается утро в чехии не всегда конечно и иногда я ленюсь пойти прогуляться собакой особенно когда погода дождливая тогда мы делаем короткий маршрут гуляем возле дома ну а сегодня погода чудесная что же не прогуляться поэтому свой километр я уже прошла идем мы назад обратно домой погода кстати меняется прямо на глазах солнце светило ярко-ярко и сейчас подул ветерок и солнышко куда-то спряталось за облака но надеемся что все равно в ближайшие дни тоже солнце будет и погода нас будет радовать опишите какая у вас погода что у вас происходит задавайте вопросы подписывайтесь на канал